МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересы бизнеса и власти. В Международном инвестиционном форуме в Сочи участвует глава Чуваши Михаил Игнатьев. Просто о сложном. В Чувакцарской школе работает один из лучших учителей России. Преемственность поколений Чувашскому государственному педагогическому университету исполнилось 85 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сочи работает Международный инвестиционный форум. На три дня здание Олимпийского медиа-центра превратилось в огромную дискуссионно-переговорную площадку, где встретились интересы бизнеса и власти. На форуме работает делегация Чуваши во главе с Михаилом Игнатьевым. Первый рабочий день традиционно начался с делового завтрака, который провел председатель правления Сбербанка Герман Греф. Экспорт России нуждается в диверсификации. Сегодня основной стратегический товар – нефть, 60% рынка. В общем, ничего нового. Прежде это были пенька и лес. В истории страны есть только один период, когда ни один экспортный товар не играл монополизирующей роли, а импорт был ограничен. Примерно два десятилетия после Великой Отечественной войны. Уже с 70-х нефть постепенно вытесняла конкурентов. Сегодня, когда цены на нее упали в два раза, необходимо активно подключать резервы. Но их не так-то много. Что необходимо сделать, чтобы диверсифицировать экспорт? На какие отрасли нужно сделать ставку? Каких мер ждут от правительства? Это и обсуждали экономисты, финансисты, представители федеральных органов власти и бизнес-сообщества, руководители регионов. Разумеется, процесс диверсификации уже начался. Этому поспособствовало и ослабление рубля, и усилия, предпринимаемые в области импортозамещения. Но добиться устойчивости экспорта можно только при активном участии частных инвесторов. Большинство участников делового завтрака склоняются к этой мысли. Только через частные инвестиции, через частную инициативу с учетом создания благоприятной среды для развития малого бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса можно заниматься вопросами диверсификации. Основную задачу региональных властей Михаил Игнатьев видит в создании условий для притока инвестиций и совершенствования законодательной базы. Предприниматели должны работать в максимально комфортных условиях, считает глава республики. Да, в Чувашии мы чувствуем себя комфортно, и Михаил Васильевич очень хорошо относится к инвесторам, в частности к нашей компании. И я рекомендую инвесторам инвестировать в Чувашию. Кстати, макро задача для всех, что выгодно всей стране, выгодно каждому. Поэтому в целом есть общий групповой интерес, который выражается в росте экономики и в ее деферсификации. Поэтому, если мы будем расти на 7% в год, как сказал президент России в 2012 году, очевидно, что каждый житель России получит свои выгоды от этого. Сегодня же состоялось пленарное заседание форума с очень говорящим названием «Вернуться к росту стратегии для России». Его провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. Главная тема пленарного заседания – импортозамещение и продовольственная безопасность. Среди участников пленарного заседания – члены правительства России, руководители субъектов федерации, представители отечественных и зарубежных компаний, бизнес-сообщества. Дмитрий Медведев выделил четыре ключевых позиции, которые определяют развитие экономики страны и позволяют достичь поставленных целей. Инвестиционная активность, импортозамещение, качество государственного управления и бюджетная политика. Чуваши уже работают в этих направлениях, сохраняют выверенную бюджетную политику, направленную на исполнение принятых обязательств, реализуют дорожные карты во всех сферах деятельности, инвестиционных и инфраструктурных проектах. Кроме того, наблюдается безусловное выполнение всех социальных обязательств. Татьяна Молкова, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня на Международном инвестиционном форуме в Сочи вручали и премию имени Александра Поченка по итогам всероссийского конкурса программ социального развития регионов. Одну из премий получил и проект из Чувашии «Колыбель надежды». Конкурс посвящен памяти Александра Поченка, человека, который стоял у истоков социальной политики в Новой России. Именно он приложил невероятные усилия, чтобы сделать добро и милосердие эффективными инструментами, приносящими реальную пользу своим адресатам. Мне кажется, награды, которые сегодня будут отмечены те или иные проекты, они тоже имеют особое значение. Вот бывает, когда награду оценивает правительство, бывает, когда там государственные чиновники. А здесь было настолько невовлеченное жюри, которое оценивало по очень детальным показателям, когда оценивалось действительно влияние на ситуацию в регионе, на отношение к людям, на то, насколько эта программа дала возможность чувствовать себя иначе той или иной группе населения. В конкурсе имени Александра Поченка участвуют проекты, направленные на решение социальных проблем с использованием механизма государственно-частного партнерства. В прошлом году их поступило всего 42. В нынешнем – около 150-70 регионов страны. Среди награжденных – кабинет министров Чуваши, отмеченный за успехи в профилактике социального сиротства. Жюри оценило программу «Клабель надежды». Напомним, в прошлом году другой социальный проект нашей республики – «Лекотека. Территория игры» – также получил награду всероссийского конкурса имени Александра Поченка. Что на деле представляет из себя проект «Клабель надежды», выясняла Ольга Пырочкина. Сегодня в группе раннего развития социально-реабилитационного центра рассказывают сказку «Колобок». Дети с интересом слушают воспитателя, рядом – счастливые мамы, и все хорошо. Однако в центре мамы и дети оказались не случайно. У каждой из женщин своя непростая жизненная ситуация. У меня двое детей, так получилось, что я их воспитывала одна. Помогает нам, конечно, бабуля в первую очередь, ей очень большое спасибо. А еще, конечно, большая помощь от социального центра. Мы сюда ходим три раза в неделю. Юле очень нравится. Когда говоришь, Юля, пойдем детками играть, да, пойдем. Мама воспитательниц очень привыкла. Здесь с нами занимаются очень хорошие педагоги, занимается логопед, психолог, проводятся музыкальные занятия. Это почти детский сад, только мамы рядом и неполный рабочий день. Дети приходят только на два часа, потому что это для них уже достаточное время для привыкания к среде. И сразу мы начинаем зарядки, потом уже у нас определенные занятия. Все в игровой форме проходит занятия. По окружающей среде, по речевой деятельности. Пока дети заняты, мамы знакомятся друг с другом, получают консультации психолога. Группа раннего развития – одно из направлений программы «Колыбель надежды». В Щебоксарах ее запустили в 2007 году. Основная цель – профилактика социального сиротства. В основном у нас задействованы три группы. Это будущие мамы, которым наши семьи вместе с медицинскими работниками ходят на патронаж, то есть консультируют по социальным вопросам, по вопросам возможности социального обслуживания, а также по вопросам профилактики младенческой смертности от внешних причин. Вторая группа – это уже мамы с детьми до трех лет, которые ходят к нам либо на консультацию психолога-дефектолога нашего учреждения, либо в группу раннего развития. И третья группа – это подростки 12-18 лет. В основном те, которые проходят у нас непосредственную реабилитацию в стационаре. Это подростки, которые уже имеют негативный опыт семейного воспитания, и мы как бы пробуем создать новую модель их поведения, чтобы они не повторили модель своей предыдущей семьи в будущем. Программу «Колыбель надежды» уже оценили участники конкурсов социальных проектов. У нее есть последователи в других городах России. Ее поддерживают различные общественные фонды, но главный результат уже достигнут. Женщины начинают понимать, что значит в ее жизни ребенок. И как важно любить друг друга, несмотря ни на что. А помощь всегда рядом. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. 3 октября форум в Сочи продолжит свою работу. Более подробно об участии чувашской делегации в нем мы расскажем в наших следующих информационных выпусках. 2 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о государственных трудовых резервах СССР. Именно эта дата стала днем профессионально-технического образования. Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества принимали поздравления преподавателей республиканских техникумов и колледжей. Почти 45 СУЗов техникумов ПТУ Чувашии ежегодно выпускают тысячи специалистов самых разных рабочих специальностей. Именно студенты профессионально-технических образовательных учреждений занимают призовые места в соревнованиях не только федерального уровня, но и международного. Председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин поздравил всех преподавателей профессионального образования и ветеранов труда с праздником, вручил почетные награды, а также передал напутственные слова от имени главы республики Михаила Игнатьева. Сегодня перед нами поставлена глобальная задача повышения конкурентноспособности экономики Чувашии и России. Мы должны, отвечая на вызовы времени, готовить профессиональные кадры, обладающие обновленными знаниями. Уверен, что благодаря тесному взаимодействию школ, техникуму и работодателю все вопросы будут эффективно решаться. Система профессионального образования сегодня переживает второе рождение. У промышленности большая потребность в рабочих кадрах. Именно поэтому идет перестройка процесса обучения. Где-то идет объединение техникумов и колледжей, где-то делают упор на многопрофильные направления. В этом году очень мощный конкурс на профсехобразование. Потому что ребята знают, что вот они после девятого класса пошли на профессиональное образование, а потом у них вторая ступень. Они пройдут на среднепрофессиональное, а потом проходят на льготных условиях на высшее образование. Ребята, не бойтесь. Приобретайте рабочие профессии, а дальше вперед. Айти-специалисты, бухгалтеры, парикмахеры и повара, слесари и сварщики – перечень профессий, которым обучают в техникумах и колледжах, по-настоящему огромен. Учиться там становится престижно. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. День учителя – самый теплый и самый любимый осенний праздник. Его отмечают 5 октября. Наша съемочная группа побывала в одной из Чебокзарских школ и узнала секрет идеального педагога. Юрий Иванович Михайлов учит детей уже около 30 лет. Первое место работы – сельская школа. Он преподает один из самых важных предметов век информационных технологий – информатику. В пятой гимназии работает со дня ее основания. Простым и доступным языком объясняют ученикам языки программирования и сложные алгоритмы. Он очень веселый, у него индивидуальный подход к каждому. Он может шутить на уроках. И это будет так, что все равно в классе будет сохраняться дисциплина. Это очень круто. Юрий Иванович, он может алгоритмически показать любую задачу. И ты будешь ее понимать, независимо от того, знаешь ты язык программирования или нет. Ребята не только узнают что-то новое, но и применяют полученные знания на практике. Разрабатывают собственные проекты. В Юрии Ивановиче хочется отметить то, что он относится к своему делу с такой любовью и полной отдачей. И, наверное, это отчасти заражает нас, что мы ночами сидим и делаем эти проекты, погружаемся в программы. Именно благодаря тому, что он такой профессионал и любитель своей работы, нам удалось добиться высоких результатов, которые были оценены экспертами даже из-за границы. Каков учитель, таковы и ученики. За свою карьеру Юрию Михайлову досталось множество наград. Он – заслуженный работник образования Чувашии, победитель конкурса лучших учителей России, обладатель всевозможных дипломов и грантов. Для меня ассоциация, связанная с ним – это столб. Он буквально столб, который держит на себе коллектив. Любое событие, образовательный, любой праздник будет сделано, если есть рядом Юрий Иванович. Мы чувствуем себя надежно, когда он в стенах школы. Вторая ассоциация – он человек, который всегда живет с мечтой. Юрий Иванович инициировал создание электронных журналов. Все школы и детские сады республики вносят в базу данные об успеваемости учеников, различные отчеты и многое другое. Система успешно работает уже третий год. В чем, скажем так, польза электронного журнала для родителей? Они имеют доступ в любое время, в любую секунду, в любом месте земного шара к достижениям своего ребенка. Это первое, да. Увеличение производительности труда учителя здесь налицо, потому что машина считает уже сама. За долгую карьеру он обучил информационным технологиям около 4,5 тысячи ребят. На уроках Юрия Михайлова компьютеры и программное обеспечение уже давно заменили мел и указку. Сложные вещи рассказывать детям на простых языках, я думаю, что это как раз их главное в учителя. Я считаю, самый главный для меня успех моих детей, те, которые я обучаю. Признание друзей, коллег и учеников. Большего, казалось бы, трудно желать. Но Юрий Иванович по-прежнему полон идей и замыслов. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. В последние 8 лет в Чувашии количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, стабильно снижалось. Однако в этом году статистика неутешительная. Подростковая преступность возросла, причем не только в Чувашии, но и по всей России. Это вызвало тревогу в правоохранительных органах. И сегодня министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел пресс-конференцию, посвященную этой проблеме. Говоря о подростковой преступности, стоит помнить, что причин этому множество. В группу риска, как правило, входят дети из неблагополучных семей, многие из которых состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Министр назвал еще несколько факторов, косвенно влияющих на рост подростковой преступности. Дополнительными негативными факторами, оказывающими прямой влияние на уровень подростковой преступности, конечно, является непростая социально-экономическая ситуация в стране и нередко отсутствие должного внимания и контроля. Широкое распространение демонстрации элементов реального насилия и отчасти, что уж тут говорить, вседовзволенности. Полиция четко осознавая реальность проблемы, предпринимает со своей стороны все возможные усилия для профилактики подростковой преступности. Подростков нельзя оставлять в одиночестве на долгое время. Рядом с ними всегда должны быть взрослые, родители, педагоги. В Чувашии уже многие годы в каникулы работают специализированные лагеря для трудных подростков. Ведь ребята очень отзывчивы на внимание, их надо только заинтересовать. Представители общественных организаций, сотрудники МВД и МЧС постоянно в разных форматах популяризируют профессии полицейских, спасателей, военных. У нас в Чувашии очень хорошо развитое направление, профильные смены так называемые. Здесь есть и подразделения, то есть лагеря, которые специализируются, например, на те же вопросы службы внутренних дел, полицейские. Дальнейшие медицинские какие-то, спортивные направления. Этих лагерей много, то есть у нас это направление развитое. Всего у нас на территории республики функционирует 26 загородных лагерей, почти 740 иных учреждений, которые так или иначе оказывают, принимают участие в занятии детей, в их отдыхе, оздоровлении в труде в летний период. Взаимодействие силовых структур с общественными институтами обязательно дадут результат. Только не надо останавливаться на достигнутом. Важно искать новые формы работы. Ведь преступниками не рождаются, ими становятся. Предотвратить подобные превращения в наших силах. Просто не надо быть равнодушными. Алексей Табинов, Александр Петров, Республика. В это воскресенье в стране отметят День гражданской обороны. В Республиканском управлении МЧС к этой дате приурочат не только торжественные мероприятия. На следующей неделе в Республике планируют провести учения, а также проверить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Мероприятие проводится, как правило, два раза в год. Поэтому сразу призываю наше население не паниковать. 6 числа в 10 часов утра и в 10.30 два раза будет произведено включение сирен, для того, чтобы проверить систему на работоспособность. Система гражданской обороны была сформирована еще в годы Великой Отечественной войны. В случае чрезвычайных ситуаций должен быть проведен целый комплекс мероприятий. Необходимо эвакуировать население в безопасные районы и защитить систему водоснабжения. Начальник главного управления регионального МЧС отмечает, что многие основы этой системы требуют серьезного пересмотра. Раньше средства защиты закупали за счет государственного бюджета и они лежали на складах для того, чтобы в какой-то час их выдать. Но сами понимаете, что население не будет ждать, когда ему выдадут этот противогаз. Я уже сказал, он сядет в машину и поедет, как только будет объявлено о какой-то угрозе. Поэтому сегодня тоже есть смысл пересмотреть, наверное, выдачу эти средства. В частности, выдачу средств защиты не за государственный счет, а чтобы человек мог прийти в магазин, спокойно купить доступные средства защиты. Чувашскому государственному педагогическому университету исполнилось 85 лет. Торжества в честь юбилея старейшего вуза республики прошли в Чувашском драматическом театре. С праздником студентов и преподавателей поздравил премьер-министр Чувашии Иван Маторин. Чувашский педагогический институт открылся тогда, когда республика остро нуждалась в профессиональных учителях. Именно в 30-е годы в Советском Союзе стали открываться семилетние школы. Первые студенты приступили к занятиям в Альмаматор ровно 85 лет назад. В то время здесь студентов обучали только на трех отделениях подготовительном, физико-техническом и общественно-литературном. Первые дипломы выпускникам института вручили только в 1933 году. Тогда из его стен большую жизнь вышли только 12 студентов. Вообще за все время в ЧГПУ подготовили более 50 тысяч преподавателей. Здесь сложился профессиональный коллектив педагогов, которым чтут преемственность поколений. Треть сотрудников Альмаматор имеют звание заслуженных работников. Выпускники вуза успешно работают в республике по стране и за рубежом. Каждый год университет выпускает более полутора тысяч молодых преподавателей. Всегда был такой некий мыф, что выпускники педагогических университетов, вузов плохо идут в школы. На самом деле это не так. Более 80% выпускников у нас трудоустраивается. В нашей республике 1100 образовательных организаций. И нет ни одной образовательной организации, где бы ни работал выпускник педуниверситета. Это вот первое. Потому что система образования держится на педагогах. И она или эта педагоги готовятся прежде всего, конечно же, к педагогическому университету. Университет встал в один ряд с ведущими российскими вузами. По итогам прошлогоднего мониторинга учебных заведений страны ЧКПУ завоевал высшие баллы. Вуз сегодня выполняет все установки, которые дает Министерство образования Российской Федерации. Вы знаете, на протяжении ряда лет идет реформа высшего образования. Сегодня измеряют эффективность вузов. И вы на протяжении последних лет оказываетесь своей работой эффективностью. Любят свой вуз и студенты. Я выбираю ЧКПУ, потому что здесь сильнейший педагогический состав. Я уверена, что они являются мастерами своего дела. И то, что я могу у них многому научиться. Мы выбрали ЧКПУ, потому что это университет наших побед. Я выбираю ЧКПУ, потому что здесь мой второй дом. Здесь учатся все мои друзья. Именно здесь я получу достойное образование. Я выбираю ЧКПУ, потому что это отличный вуз. Где каждый студент может реализовать свой потенциал и участвовать в управлении университетом. На праздничном вечере лучшим работникам вручили награды. Декан факультета иностранных языков Лариса Никитинская сегодня стала почетным работником высшего профессионального образования страны. С университетом связана вся ее жизнь. Когда-то она и сама училась здесь. Благодаря очень хорошей подготовке, которую я получила в этом университете, я смогла закончить аспирантуру в Москве. Смогла выучиться в Соединенных Штатах Америки, получить там тоже степень. И я также нашла своего мужа тоже в педагогическом университете. В будущее в УЗИ смотрят с оптимизмом. В ближайшие годы здесь планируют открыть новые специальности. Дмитрий Ковалев, Сергей Ляпчиков, Республика. Сегодня в рамках празднования юбилея Чувашского госпедуниверситета на базе факультета иностранных языков открылся Центр китайской культуры. Инициаторами создания выступил Старейший в УЗ Республики и Университет города Гуанчжоу. Китайская народная музыка, статуэтки, маски и даже дракон. Все это стало непременным атрибутом вновь созданного Центра. Атмосфера – важная составляющая обучения, считают специалисты. Наши связи с Китаем только укрепляются, поэтому неудивителен такой интерес к культуре восточного соседа. А главное, возникла острая потребность в языке – знатоки китайского нарасхват. Благодаря Центру молодежи двух стран будет легче общаться, ездить друг к другу в гости. Вообще, в Чувашском государственном педагогическом университете всегда проявляли особый интерес к изучению китайского языка и китайской культуры. Наследие великого земляка – ученого, основоположника российской синологии Никиты Бичурина. Уже в течение трех лет здесь ведутся курсы основы разговорного китайского языка. Создание такого центра в Чувашии – это событие достаточно уникальное, потому что сейчас это развитие в основном происходит на Дальнем Востоке, в Сибири. Но в Чувашии тоже крепнут связи российско-китайские. В Перми стартовал второй этап Кубка России по баскетболу. Нашу республику там представляют Чуваксарские ястребы. Сегодня ястребы провели первую встречу. В спортивном комплексе имени Сухарева сегодня прошла игра между Чуваксарскими ястребами и Химки-Подмосковье. Наша команда проиграла со счетом 64-61. У ястребов был шанс. В третьей четверти матча соперники начали отставать, но в итоге под конец баскетболисты из столицы Чувашии сдали позиции. Как объясняет президент Федерации баскетбола Чувашской республики Сергей Худяев, наша команда не успела восстановиться после дороги и настроиться на победу. Вся игра была на равных. Разница между командами не превышала пяти очков. Не хватило ребятам маленького опыта. Сложный переезд был. Восемнадцать часов в поезде ехали. Восемь утра приехали, в два часа играем уже. Ребята до конца еще не сыграли. Сезон только еще начинается. Я думаю, что все впереди. Уважающий себя строитель всегда в курсе современных стандартов качества. В последнее время набирает популярность технологии возведения домов из СИП-панелей. В чем преимущество таких панелей, расскажет Юлия Важенина. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Два метра кирпичной кладки заменяет 174 миллиметра сэндвич-панелей под теплоизоляционным свойством. Частный дом, гараж, теплая дача, здание склада, магазина, офиса или придорожного кафе. Все это с учетом всех ваших пожеланий и по доступной цене может соорудить строительная компания САРЭКОстрой. Возможности фирмы в данной сфере практически безграничны. А значит, вы сможете воплотить в жизнь самые смелые идеи и заказать дом своей мечты. В три раза долговечнее деревянных, в четыре раза прочнее каркасных и в восемь раз теплее кирпичных и бетонных. Все это о домах, построенных по канадской технологии из так называемых СИП-панелей. За вот эти полтора года, которые мы работаем в Чувашии, мы уже построили 18 домов совершенно разных, с кирпичной облицовкой, с сайдингом. То есть различные варианты. То есть каждому своему заказчику мы подбираем индивидуальный подход по зависимости от его возможностей. Что касается основных опасений людей по поводу мышей, в этих домах не живут мыши. Мы даем на эту гарантию и готовы в том числе дать вам за каждую мышь, показанную, что она живет в СИП-панели, по 20 тысяч рублей. То есть мы просто так таких гарантий не даем. В таких каркасно-панельных домах тепло даже в лютые морозы и всегда уютно. Темпы строительства как минимум в 20 раз быстрее традиционных методов, что никак не сказывается на качестве. А стоимость этого дома по подсчетам экспертов на 30-40% ниже, чем дома из кирпича. Да и счет за коммунальные услуги порадует любую хозяйку, жить в таком доме намного выгоднее. Только затраты на отопление в 5-6 раз меньше, чем в стандартном кирпичном доме. Практика показала, что в период постоянного роста цен на теплоресурсы подобное здание полностью себя окупает в течение 10 лет только по экономии средств на обогрев. Затраты минимальные получаются на отопление, тепло очень. Теперь вода есть, канализация есть. И вот такая возможность этой технологии, что вот смотрите, второй этаж сделали и живем. Первый этаж потихонечку делаем. То есть процесс строительства продолжается, а комфорт в жизни уже есть. Нас уже тут ничто не тяготит, нам тут ничто не мешает жить. Так что только положительные эмоции, конечно, довольны тем, что именно по такой технологии был дом построен. Ну и, так скажем, что наши ожидания оправдались. Ровно год назад наша съемочная группа видела лишь каркас этого самого дома, а внутри было пусто. И уже тогда дом был пригоден для жилья. А теперь можно не только любоваться красотой внешнего вида дома, но и наслаждаться комфортом и уютом внутри него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова